Сегодня хочу рассказать про самый лучший и удобный способ для проращивания льна. Мы покупаем обычный лен в магазине. 150 грамм стоит 5 гривен. Для этого нам понадобится вода, сам лен, болеечка, контейнер и две синтетические тряпочки. Почему синтетические? Я попробовала много разных методов. И с этими тряпочками лучше всего кусочек ваты или любой хэбэшной тряпочки. Но это в будущем. Для начала мы берем воду и с учетом 1 столовая ложка льна на 1 человека. Много не нужно. И замачиваем. Семена льна это просто кладезь разных витаминов и помощь людям с заболеваниями кишечного тракта. Кто хочет похудеть, просто для деток и кто ведет здоровый образ жизни. Поэтому сейчас мы просто его замачиваем и через 3 часа постараемся слить воду и замочить еще на несколько часов. Прошло 3 часа. Вот мы что имеем. Мы слили воду и еще раз залили. Вода такая жирненькая, маслянистая. Так, сейчас про синтетическую ткань. Лучше всего прорастает и снимается именно когда на синтетической ткани. Вот мы взяли кусочек. Это обычная подкладка, которая стоит 22 гривны квадратный метр. Немножко ваты или ткань ХБ. Все равно заворачиваем под наш контейнер. Делаем подушку, куда мы будем выкладывать наш лен. Мне чем нравится, он прорастает и не прикрепляется, не прирастает ткани. Поэтому очень удобно потом будет снимать. Покажу попозже. Слили всю влагу. Все, вот с чем нам можно уже работать. И пересыпаем в наш контейнер. Пересыпали, разложили. Оно густенько будет, конечно. Но если возьмете больше, контейнер будет больше. И закрываем крышкой. Я оставлю где теплое место. На двое суток. Даже не проверяю. Ровно двое суток. Поэтому засекаем. Ну вот, как вы видите, прошло двое суток. И он хорошо пророс. Там мокренько у него. Отлично. Теперь наша задача его промыть, переложить, промыть. И дальше использовать вторую такую синтетическую ткань. Берем джуршлаг. Сделим вторую синтетическую ткань. И вот. Просто. Просто выливаем. Чем мне нравится эта ткань? Тем, что к ней не прилипает лен. Сейчас мы его выжмем. Соберем в мешочек. Выжмем. И положим в контейнер. Максимум хранения это 5 дней. Не больше. Лен может храниться 5 суток в холодильнике. Потом будет горчить. Норма человека это 1 чайная ложка с горкой. И 15 грамм на взрослого человека. Можно добавлять на бутерброды. Можно просто утром кушать у кого проблемы с желудком. Деткам буквально вообще несколько зерен. Вот видите, мы вот так вот сцедили, так скажем, жидкость. Теперь в контейнер и можно употреблять. Все. Будьте здоровы. Продолжение следует.